Вы два месяца уже как объявили о завершении карьеры, но вы до сих пор чемпион. Пояс пока не вакантный. Мне кажется, это из-за того, что они очень сильно хотят, чтобы я продолжал, чтобы я дрался дальше. Ну, предлагают условия, предлагают и бойцов. Ну, бойцами, конечно, им тяжело меня удивить, потому что уже там, которые есть в топ-10 всех, я половину из них всех закончил досрочно. И как таковых соперников им предлагать даже никого. А так, да, ну, есть условия, есть предложения, но мы скоро будем встречаться с Даной, через пару недель, и будем плотно уже обсуждать. Ну, есть что обсудить. То есть вероятность есть, что мы вас увидим еще в деле? Не хотел бы. Не хотел бы, чтобы такая вероятность существовала. А есть ли спортсмен какой-нибудь в любом виде спорта, который скажет, я хочу подраться с Хабибом, и это будет для вас мотивация, и что, да, вот ради этого парня я вернусь? Ну, разве что с Мухаммед Али. Но, к сожалению, его с нами нет. Всем привет! Вы на канале Труджим, и с вами Свежинцев Роман. Вот и закончился 2020 год. Будем надеяться, что коронавирусные ограничения снимут, и турниры ММА снова смогут посещать зрители. Да и привычная для нас жизнь до 2020 года снова вернется. А вы ждете, когда мы, наконец, снимем маски и будем жить без коронавирусных ограничений? Пишите в комментариях. И посмотрите планы UFC на начало этого года от президента организации Даны Уайта, а также интервью с менеджером Хабиба Али Абделязизом. Приятного просмотра, друзья! Дана, я не мог оставить начало 2021 года без интервью с тобой. Спасибо. Я это ценю. Но давай к делу. 20 января не будет боя между Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом. Он все еще хочет боя. Будет ли Чимаев 20 января на UFC? Не будет. Мы немного оттянем этот бой. Видел ты или нет, но по какой-то причине Али сегодня вышел и сказал, что у него ковид. Не знаю, почему он об этом никому не говорил. Не хотел, чтобы кто-то об этом знал. Насколько я знаю, когда он пришел в зал, доктор сказал, что у него проблемы с легкими. Там был Хамзат. Ему сказали прекратить тренировки. И не начинать их до момента, пока не будет начала января. Мы отодвинем этот бой. Несколько дней назад Хабиб Нурмагомедов сказал Матч ТВ, что победитель боя между Коннором и Парье должен быть назначен чемпионом легкой весовой. Ты разделяешь его мнение? Он сказал не так. Его слова были совсем другими. Это все дерьмо от людей, которые печатали. Знаешь, тот, кто делал... Как же правильно сказать-то? Переводчики. Да, верно, спасибо. Почему-то с этим всегда проблемы. С теми, кто занимается переводами. В UFC с этим тоже проблемы. Ну а сказал-то он, что они претенденты номер один. Так он сказал. И скоро я собираюсь встретиться с ним, то есть с Хабибом, когда доберусь до Абу-Даби, на следующей неделе. И надеюсь, если Коннор победит в бою против Парье, снова сделаем бой Хабиба против Коннора. Вот все и стало ясно. Я хотел спросить, что дальше с Чарльзом Оливейрой, и что ты будешь делать с Джастином Гейджи, говоря о Парье и Конноре. Думаешь, победитель этого боя, если победит Коннор, выйдет против Хабиба? Да, Хабиб против Коннора, это очень большой бой. Стоящий реванш. Но тут много «если». Если Хабиб снова захочет боя, если Коннор побьет Парье, и если я смогу уговорить Хабиба принять этот бой. Может, он хочет боя с кем-то другим, а с Коннором нет. Так что, увидим. Ну да, увидим. А теперь давай поговорим про Майкла Чендлера. Будет ли он драться на Бойцовском острове? Да, так и будет. На самом деле, мы запланировали, не знаю, договорились или нет, но похер. Сделаем это шмо. Давай. В разработке его бой с Оливейрой. Но он не может сделать вес. Так что... Чендлер будет драться с Хукером. Это же крутой бой. Крутой бой. Идеально. А теперь давай поговорим про тяжелый вес. Если будет второй бой между Степи Меочичем и Франсисом Нгану, может быть, даже этой весной. Означает ли это, что необходимо ждать конца 21-го года, чтобы мы снова могли увидеть Джона Джонса в октагоне? Да. Такой бой произойдет обязательно. И... Я не знаю, как Джонс сейчас настроен, но я могу сказать, что... Пару недель назад между мной и Джоном был лучший диалог за все время общения. Он настроен положительно. Он взбудоражен возвращением, снова хочет драться, так что... 2021-й год обещает быть очень даже веселым. Этот год будет крутым. Так и будет. Можем ли мы подтвердить, что 6-го марта на UFC 259 пройдет бой Израиля-Адысане и Яна Блоховича за пояс в полутяжелом? Не знаю, идут ли переговоры, но да, будем над этим работать. Работа идет. Мы над этим работаем. Идеально. Нас долгие годы дразнили по поводу... Возвращения Ника Диеза. В 20-м году об этом многие говорили. Я тебя никогда не дразнил. Да не ты, а вообще... Никогда вообще тебя не дразнил. Да, ты никогда не дразнил, но... Как думаешь, насколько реально его возвращение? На самом деле, все, что я сейчас могу увидеть, это что Ник Диез уже не выглядит как Ник Диез, как бы он не хотел выступать. Ты, наверное, понимаешь, что наш вид спорта, он... Даже Джон Джонс, насколько бы он не был хорош, ему приходится... на 100% психологически и физически быть готовым пахать. И драться чуть ли не насмерть. И мне кажется, никто не должен хотеть увидеть Ника в бою. Ведь Ник, он... Бывал в боях, похожих на войну. Тостиг очень многого. Заработал много денег. Он реально очень популярен. У него есть все, на что можно надеяться. За пределами боев. Не знаю, зачем ему драться. Я смотрю его инстаграм и не понимаю, зачем он хочет вернуться. Кто в 20-м году больше всего впечатлил Дану Вайта? Ммм... Сложно. Все знают, мне нравится Хамзат. Ведь... Что он сделал в 20-м году невероятно. Я люблю Кевина Холланда. 5.0 в 20-м году. Если говорить не задумываясь, то эти двое. Ну, с этим не поспоришь. Какая самая большая сложность для выпуска Ultimate Fighter? Сложность? Сложность. Сложность в этом ковиде. Из-за него все позакрывали. Но этим летом планируем начать съемки. Летом. Придется подождать. Итак, Колби Ковингтон говорит про бой с Хорхем Освидалем. Пытается его зацепить. И говорит, что Освидалю не нравится этот бой стилистически. А ты, босс, хотел бы увидеть этот бой? И как тебе вообще бой Освидаля против Ковингтона? И что говорит Освидаль? Не думаю, что Освидаль вообще мог сказать, что ему не нравится этот бой стилистически. Бой в разработке. Мы хотим этого боя. И надеюсь, в этом году проведем и его. Я говорю, у нас в течение всего года будут только громкие бои. И надеюсь, самые ключевые не пропадут с горизонта. И все будут их ждать. Через пару недель у тебя назначена встреча с Хабибом. Будете ли вы обсуждать появление ММА на Олимпиаде? Ты являешься лидером. У тебя лучшие бои, лучшая организация. Хабиб лучший боец в мире. Можно ли гарантировать появление ММА на Олимпиаде в этом десятилетии? Мы обсуждаем это уже более 20 лет. Но по правде, это не находится на вершине списка моих самых важных дел. Когда-то станет. Не знаю, в этом ли году. Но как по мне, уже давно пора. Но если сказать по правде, я не прилагаю к этому каких-то усилий. Хабиб каждый день тренируется. Спарринги, грэплинг. Он делает все. И он тренируется, наверное, даже больше, чем большинство профессионалов. Он обожает свое дело. Но в конце концов, мне нужно уважать его и уважать его желания. Он добился в спорте всего, чего желал. Так? Побил Конора Макгрегора. Но это ничего не значит. Не знаю. Но я думаю, это значило многое для фанатов, для его финансов. Это огромный бой. Но я знаю Хабиба. Его сложно заинтересовать деньгами. Но. Дана Уайт и Хабиб встретятся. Думаю, встреча пройдет в Абу-Даби. И после этого Хабиб собирается приехать в Вегас. Поедут туда вместе с Даной. И уже будет ясно, чего они оба хотят. Как я говорил, это бизнес больших парней. Они сделают, чего хотят. А я буду фанатом. Как у фаната. У тебя есть хорошее предчувствие, что мы снова увидим Хабиба в 21 году? На самом деле, я думаю, если Сент-Пьер настроен на возвращение серьезно, то Хабиб наверняка вернется. Хабиба это заинтересует, а из Конора он выбил все дерьмо. Он сделал с ним все, что хотел сделать. Побил его в плане стойки, в плане борьбы. Побил в грэплинге. Сломал его душу и сломал его волю. Может ли Хабиб что-то разглядеть в этом бою против Конора, что заставит его подумать, я хочу побить его еще раз? Или это все? Слушай, я думаю, мы сделали все, что только можно. Смотри, Хабиб сказал мне такую вещь. Когда мы начали переписываться с Конором, Хабиб мне позвонил. Сказал, Конор дерьмо и пахнет дерьмом. Конор это дерьмо. Нам на него вообще плевать. Я даже не знаю. Могут ли за него предложить 100 миллионов? Не знаю. Мы должны понимать, чего хочет именно Хабиб. Я правда не знаю, мужик. И я совсем не давлю на Хабиба или прямо упрашиваю его. Пусть делает, что хочет. Парень был огромной частью спорта, был огромной частью моей карьеры, как и я его. Иногда нужно позволять людям делать то, чего они хотят. Но я верю в Дану Уайта. Кто и может его уговорить, то это Дана. Что может сказать Дана, чтобы убедить Хабиба вернуться? Ведь этого хочет все UFC. Тебе нужно понять. Эти двое, Хабиб и Дана, они реально любят и нравятся друг другу. Когда они рядом, я испытываю счастье. И они уважают друг друга. Дана реально умеет уговаривать людей на какие-то дела. Но также Дана очень уважителен к желаниям его людей. Если Хабиб скажет, я все, люблю тебя, спасибо тебе за все, Дана Уайт будет первым, кто его поблагодарит и постарается внести его в зал славы или сделать что-то приятное. Между ними большое взаимоуважение. Это не те отношения, что между Коннором и Даной, где все из-за денег. А отношения между Хабибом и Даной, они гораздо больше об уважении, больше о человечности. Мы все видели, что Коннор сделал с перепиской с Даной Уайтом. Это показало, кто он из себя. Он мусор. У Хабиба есть класс, а Коннор это мусор. Такая между ними разница. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok